Теперь по поводу Второй Карабахской войны. Отчего вы так вдруг окрылились? Я напомню, что вы почти 30 лет уныло выли на весь белый свет, что Карабах оккупирован армянами. Теперь окрылились и превозносите свою армию после якобы победы. Если у кого-то память отшибла, то я напомню кое-что прежде, чем обрадовать вас, как и обещал. Вторая война показала, что, как и первая, с вами воевали только армяне. И только армяне без помощи других стран. Вторая война также показала, что без помощи других стран ваша армия как не справлялась, так и не справляется. Она хороша только тем, что толпой нападает на одного-двух, а еще лучше на стариков. Также ваша армия успешно может воевать с могилами и памятниками. А кто же воевал тогда во Второй Карабахской войне? Напоминаю, в качестве живой силы вкупе с армией были сирийские пакистанские бордачи-наемники. Это писали все мировые СМИ, и это вы знаете. Турецкий десант в качестве мозговой силы турецкий штаб. Но изначально турки не планировались. Ваш диктатор намеревался за 2-3 дня взять Карабах. Для этого в Баку были привезены военные репортеры из-за рубежа. Помните, многие из них жаловались, что держат журналистов в Баку и не отправляют в прифронтовую зону. А все потому, что планы у Алиева рухнули. Он понял, что за 2-3 дня Карабах ему не взять, и журналистам пришлось сидеть почти 2 месяца. А план был таков. Азербайджанская армия продвигается, за ними идут журналисты и все это снимают. Но не тут-то было. Армяне здорово давали отпор, буквально голыми руками, если учесть, какое оружие было у вас. Вы потеряли по разным оценкам от 10 до 15 тысяч живой силы, свыше двух десятков байрактаров, который привел вас к условной победе и десятке единиц техники. И это ваша хваленная армия перед Карабахской за 44 дня? Вот и пришлось турецким генералам и десанту подключиться. Теперь, что вы взяли. На севере толком так и не продвинулись за 44 дня. Только на юге. А Лачинский район вместе с Кельбаджарским вам уже Россия подарила. Тоже не забывайте. Один только Кельбаджарский район, это огромный кусок. Вот, собственно, и все. К тому же треть Карабаха под Россией теперь. Так чего и кого вы там победили? И чего вдруг окрылились? Вот армяне в первой войне, они мало того, что Карабах взяли, так еще и приграничные все вот эти вот районы взяли. Сами, перед вашей мощной армией. И то так не крылились, крылья не вырастали у армян. Не ставили эти чучелы или как там вы их называете, куклы в азербайджанской форме, как вы сейчас в Баку это делаете. То есть ничего подобного не было. Вот и ваш уровень. То есть за вашу историю-то войн никогда не было. Вы не знали, что такое страна. Вы не знали, что такое армия. У вас даже нет слова армия, вы говорите орду, монгольское слово. Вот поэтому вы и окрылились с помощью России, Турции, Пакистана и так далее, и так далее. Даже в информационной войне были не вы, горские евреи. Mountain Dew. Вам обеспечивало это поле в Москве. Теперь посмотрим, как и сколько вы удержите этот Карабах. А слабаками вы были и остались. И хороший пример, что один на один вы с армянской армией не пойдете. Это недавняя Шушинская декларация. Интересно, кто у вас враги, кроме армян? Что турок хотите официально привлечь в случае нападения на вас? Естественно, только армяне. Так если вы такие сильные, то зачем вам турецкий военный тандем? Ради кого? Против кого? Задумайтесь.